МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите выпуск новостей на телеканале Гродно+. В студии Вероника Бибикова. Сегодня мы расскажем. Вступительная компания гродненских вузов подходит к концу. Каковы результаты? Работа полным ходом. Новая школа в Грандичах-3 построена на 30%. В Гродно спасатели ликвидировали последствия ЧП с цистерной. В городе подвели итоги масштабной акции по предотвращению аварии с участием мотоциклов. Синоптики рассказали, какой будет для гродненцев последняя неделя июля. 26 июля в Гродненском государственном университете имени Янки Купалы завершилась вступительная кампания. Прием документов в эти дни завершился для ребят, которые претендуют на получение первой ступени высшего образования за счет средств бюджета, а также для бетариентов, которые хотят учиться платно, но их специальность предполагает прохождение вступительных испытаний университета. Как отмечают в приемной комиссии, за время вступительной кампании документы на получение первой ступени высшего образования в Купаловский ВОЗ подали порядка 2300 человек. Самыми популярными у бетариентов остаются такие специальности, как дизайн, где на одно место претендует 8 человек. Также конкурс сформировался на профессии юридического, экономического и IT-профиля. По дневной бюджетной форме обучения он больше, чем полтора человека на место, а заочная бюджетная форма обучения больше, чем два с половиной человека на место. Но отличительной чертой этого года это то, что у нас открыты две новых специальности. Одна из них это электрический автономный транспорт, и мы сегодня констатируем о том, что это востребованная специальность у бетариентов, и на нее уже сложился конкурс. Кроме этого, мы, как уже в прошлом году был набор, и в этом году продолжаем набор на заочную не просто форму, а заочную дистанционную форму обучения. И мы тоже отмечаем на то, что эти специальности в дистанционной форме востребованы у бетариентов. В эти дни подача документов на бюджетную форму обучения завершилась также в Гродненском медицинском университете. Там документы подали порядка 590 бетариентов. А вот в аграрном ВУЗе вступительная кампания еще не закончилась. Она продлится вплоть до 28 июля. Там на обучение за счет средств бюджета пока подали документы более 330 человек. К слову, для бетариентов Купаловского ВУЗа на этом приемная кампания также еще не закончилась. С 27 июля по 7 августа на такие специальности, как журналистика, русская и белорусская филология, дизайн и изобразительное искусство будут проходить вступительные испытания внутри университета. Всего за несколько лет новый микрорайон Грандичи превратился из пустыря в большую спальную застройку со всей необходимой инфраструктурой. Однако работа еще продолжается. При строительстве инфраструктуры в Грандичах учли все недочеты, которые были выявлены в Ольшанке. А именно, ввели проектирование необходимых объектов, таких как школы и детские сады, параллельно с жилыми домами. Сейчас УКС города Гродно ведет активную работу над строительством объектов в Грандичах-3. И, пожалуй, один из самых важных – это будущая школа на 1020 мест. Сдача объекта планируется на август 2022 года, чтобы уже в следующем году, к первому сентября, туда пришли школьники. В настоящее время, значит, фактически работы выполнены процентов на 30. Вот, блок, там школа состоит из нескольких блоков. Значит, блок второй и третий на четвертом этаже, блок первой школы на втором этаже и бассейн. Практически кладка закончена. Ну, и начаты работы по наружным сетям. Напомним, первым стратегически важным объектом в Грандичах-3 вслед за жилыми домами стал детский сад номер 111, который в начале года принял своих первых воспитанников. Он рассчитан на 230 детей. Это, к слову, не единственный детский сад, который планируют в Грандичах. Поскольку микрорайон только застраивается, туда еще будут заселяться семьи. В этой ситуации всем детям мест в одном саду не хватит. Уже в этом году изготавливают проектно-сметную документацию для строительства следующего дошкольного учреждения в микрорайоне Грандичи. В Гродно проходят тактические учения по проекту «Международная техническая помощь и безопасность на трансграничной белорусско-польской территории». Направлены они на то, чтобы подготовить спасателей служб МЧС в Белоруссии и Польше к чрезвычайным ситуациям, связанным с различного рода химическими авариями. О том, как проходит подготовка спасателей, в сюжете Натальи Мельниковой. По легенде, из-за неисправности тормозной системы грузового автомобиля произошло столкновение на ЖД-путях с ЖД-составом, который перевозил аммиак. В результате столкновения была повреждена цистерна с аммиаком, происходит утечка, а внутри грузового автомобиля заблокирован человек. У спасателей есть всего пара минут, чтобы спасти человека и ликвидировать утечку. Ведь аммиак – это бесцветный газ, который обладает резким удушающим запахом и быстро распространяется по воздуху. Если хоть немного опоздать, ликвидировать аварию без пострадавших уже не получится. Это смоделированная ситуация, которая действительно очень близка к возможной, которая могла бы произойти в реальности. Для предотвращения распространения облака зараженного воздуха были использованы перфорированные рукава для посмотки водяной завесы. Для непосредственно ликвидации самой утечки вещества из цистерны спасатели использовали пневматический течоуплотнительный комплект. Ну и для проведения химической разведки использовался газоанализатор для определения концентрации паров аммиака в воздухе. Учения, которые начались в Гродненском областном управлении МЧС – это целый комплекс мероприятий, которые в короткие сроки должны отработать спасатели. Второй день учений спасателям предстоит задача ликвидировать чрезвычайную ситуацию, связанную с утечкой химических веществ впоследствии взрыва на технологической установке. Такие операции, к слову, гродненские спасатели проводят не в первый раз. К любым ЧП они готовы всегда. У нас были аварии, ликвидации аммиака, вот были такие. И периодически у нас выезжаем на замеры, допустим, концентрации. Учения всегда данные будут эффективны. То есть для этого мы и работаем. Постоянно тренировки и повышение уровня квалификации. Партнерами и участниками проекта являются Брестское и Гродненское областные управления МЧС, а также службы Белоподляского и Белостокского воеводств. Всего было проведено пять тактических учений на территории партнеров. В Гродно их завершат. К сожалению, из-за эпидемии ситуации коллеги из Польши приехать на учения не смогли. Однако оценивать уровень работы гродненских спасателей они все же будут во время онлайн-трансляции. Проводим это для того, чтобы спасатели всех партнеров научились именно вот этими навыками по ликвидации чрезвычайных ситуаций при ликвидации химических аварий. В результате этих двухдневных учений мы также создадим фильм, по которым также смогут обучаться спасатели. К счастью, подобных тактическим учениям чрезвычайных ситуаций в Гродно ни в этом, ни в прошлом году не регистрировали. Наталья Мельникова, Андрей Шаповалов. Новости Гродно+. 26 июля завершилась масштабная акция по предотвращению ДТП с участием мотоциклов. Республиканский проект стартовал в нашем городе 15 июля и предполагал тщательное изучение ситуации на дорогах Гродно. Сотрудники ГАИ регулярно выезжали на участки, где чаще всего собираются мотоциклисты и проводили профилактические беседы. В ночное время патрульные машины контролировали наиболее оживленные улицы, чтобы понять, необходимо ли там ограничить движение мотоциклов в ночное время. Такая акция проводилась не случайно. Только за истекший период этого года в Гродненской области произошло 10 ДТП, в которых пострадали 10 человек и один водитель мототранспорта скончался. При этом в 9 из 10 случаев виновниками происшествия являлись именно мотоциклисты. За период проведения масштабной акции в регионе произошло еще две аварии с участием мототранспорта, где в одном происшествии водитель получил тяжелые травмы, а во втором скончался. Оба ДТП, обращают внимание специалисты, имеют несколько точек соприкосновения. Во-первых, аварии происходили в сельской местности и в темное время суток. Еще одной немаловажной деталью стало и то, что мотоциклисты при движении не использовали защитный шлем. В период проведения акции сотрудники госавтоинспекции пресечено 230 нарушений со стороны водителей мототранспорта и скутеров. Как правило, эти нарушения заключаются в превышении скорости движения, управлении без прав, управлении без мотошлема, а также не использовании ближнего света фар при движении в светлое время суток. Так как по правилам дорожного движения, каждое мотосредство должно быть обозначено включенным ближним светом фар. Чаще всего нарушения со стороны мотоциклистов совершаются в вечерние часы, это в выходные и предвыходные дни. В Гродно усилят контроль за сбором мусора. Об этом рассказали специалисты Гродненского зонального центра гигиены и эпидемиологии. Неприглядные территории вблизи жилых домов для нашего города в последнее время, к сожалению, не редкость. Многие просто забывают и перестают следить за правильностью утилизации мусора. Так, например, крупногабаритные отходы нередко можно найти вдалеке от специального мусорного бака площадки или вовсе вблизи подъездов. А между тем, обеспечивать сбор мусора в санкционированных местах для временного хранения и разделения отходов по всем видам – задача в том числе и самих горожан. Тем более, что в Гродно для этого созданы все условия. Вывоз отходов осуществляется по уже привычному каждому гродницу графику. Смешанные отходы вывозят каждый день, вторичные материальные ресурсы – один раз в неделю. Для раздельного сбора отходов в городе оборудована 751 площадка, где установлены мусоросборники для сбора пластика, стекла, бытовых коммунальных отходов и макулатуры. При этом дополнительно оборудованы 162 площадки для сбора крупногабаритных отходов, к которым относятся пришедшая в негодность мебель, строительные отходы, бывшая в употреблении бытовая техника. Напомним, утилизация отходов в нашем городе разрешается только в установленных на контейнерных площадках мусоросборниках. Из-за нарушения этого закона физическим лицам грозит штраф до 100 базовых величин, в то время как юридическим – до 1000. В ближайшие дни специалисты Зонального центра гигиены и эпидемиологии усилят контроль за правильностью сбора мусора в жилых районах Гродно. В установленных придомовых территориях пройдут рейды. Июль – самый непредсказуемый месяц в этом году. Нормой уже стала резкая смена аномально жарких дней, когда термометры показывали рекордно высокие температуры и сильнейшими ливнями, затапливающими машины и улицы. Порывы ураганного ветра достигали такой силы, что ломали и выворачивали деревья. Такой погоды, не по-летнему, своенравной, от июля не ожидал никто. И тем не менее, этот год продолжает удивлять гродненцев рекордными показателями. Аномальную жару июня буквально с первых чисел июля сменили небывалые ранние ливневые дожди. Четверть месячной нормы осадков за два дня. Так начался июль в Гродно. Однако дождю гродненцы после долгой жары все же были рады. До тех пор, пока его не стало слишком много. Настолько, что улицы уже не вмещали такие потоки воды. Напор был такой силы, что поднимал даже люки. Завтра погода будет определять атмосферный фронт, смещающийся с запада. Ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части Гродненской области пройдут кратковременные дожди и грозы. Местами сильные ливни. Днем в отдельных районах град. Ветер юго-восточный 4,9 метра в секунду. При грозах порывы до 14. А в дневные часы в отдельных районах шквалистое усиление ветра 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью будет плюс 16, плюс 21. Днем плюс 27, 32. Завтра в дневные часы во многих районах области максимальная температура воздуха достигнет 30-32 градусов. По городу Гродно прогреется до 30. Это неблагоприятное явление погоды относится к оранжевому уровню опасности. В последующие дни синоптики обещают жаркую погоду. Местами пройдут кратковременные дожди и грозы. 28 июля будет облачно с прояснениями. Ночью на большей части, днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах пройдут грозы. Ветер юго-восточный с переходом на западные 4,9 метров в секунду. При грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 15, плюс 20. Днем плюс 25, плюс 30. 29 июля переменная облачность. Ночью и утром на большей части, днем местами кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер западный, юго-западный 4,9 метров в секунду. При грозах порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 19. Днем 24, 29 выше нуля. 30 июля местами ожидаются кратковременные дожди, грозы. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 19. Днем плюс 22, плюс 27. 31 ночью на большей части, днем местами кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха ночью плюс 13, плюс 18. Днем 22, 27 со знаком плюс. Переживать непостоянство погодных условий гродненцам придется как минимум до конца месяца. На этом выпуск завершен. Еще больше новостей вы найдете на нашем сайте. А я прощаюсь с вами. Приятного отдыха на Гродно+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова